Всем привет! Вы на канале Мороз Лайф. Меня зовут Алина. Я жена автора канала Игоря. И сегодня решила записать для вас небольшое видео. Скажу сейчас, почему именно я записала это видео для вас. Если кто еще не знает, не в курсе, то мы занимаемся трудоустройством. Мы ведем свой телеграм-канал и также у нас есть рабочий вайбер. Так вот, этот рабочий вайбер веду либо я, либо Игорь. У нас нет менеджеров, нет помощников, других каких-то лиц задействованных. Поэтому за какое-то время у меня созрело такое вот видео. Я составила для себя список, почему не стоит ехать в Чехию на работу. Я надеюсь, что вам эти пункты, мои мысли вам помогут. И вы сделаете для себя какие-то выводы, стоит или не стоит. Итак, не стоит ехать на работу в Чехию. Если вы зарабатываете очень хорошие зарплаты в Украине, если у вас аналогичная зарплата с чешскими зарплатами. Ну, допустим так, вы приедете сразу на завод, либо на склад. Никаких супер должностей у вас не будет. Если вы едете на 3 месяца по 3-месячной визе, вы будете обычным оператором. Зарплата там небольшая. Правила ставка там будет, ну я это скажу чистыми, от 18 до 25 тысяч. Это стандартно. Не будет ни меньше, ни больше. Может быть, меньше, но больше точно нет. Это если вы будете работать очень много часов, тогда у вас будут, возможно, большие хорошие заработки. Но так как ситуация с работой сейчас в Чехии не самая лучшая, поэтому таких зарплат здесь просто нет. Либо нужно работать по 300 часов, чтобы заработать 25 плюс тысяч, либо просто ходить в свои смены, зарабатывать свою стандартную зарплату. Поэтому, если в Украине ваша зарплата достигает от 18 до 25 тысяч гривен хотя бы, то не стоит их и в Чехию. Если у вас получается из этой зарплаты отложить хотя бы 10 тысяч, хотя бы 400-500 долларов, так же не стоит. Какая бы зарплата у вас не была в Украине, сейчас не будем говорить о размере ее, просто, если вы откладываете 500 долларов в месяц, здесь делать нечего, потому что вы можете так же приехать на 3 месяца и отложить те же 500 долларов в месяц, потому что где-то платить за квартиру надо, еда не дешевая, проезд и так далее и тому подобное. Пункт второй. Если у вас есть сомнения насчет поездки самой в Чехию, если вы только слышали, только от каких-то друзей, знакомых, не знаете толком, что это, не в курсе вообще, как это все происходит, вы только на пути начали это все узнавать, то сразу ехать сюда не нужно. Нужно обдумать, нужно взвесить все, нужно принять самому это окончательное решение. Не нужно ехать, если вам сказали, друзья, да поехали за компанию, или заставляют, может, вас ехать. Не стоит этого делать, нужно принять это решение осознанно, самому. Когда мы ехали первый раз на 3 месяца, когда нам дали вариант проверенной агентуры, мы вообще не думали. У нас была работа, все было хорошо, но когда у нас появилась возможность ехать, мы вообще не думали. Мы сказали, да, едем сразу. Поэтому, если у вас есть сомнения на этот счет, не нужно ехать, нужно подумать хорошо. Третье. Не стоит ехать в Чехию, если вы думаете, что здесь огромные зарплаты. Это не та страна. Это, возможно, Англия, Финляндия, Норвегия. Не знаю, куда люди едут на заработки еще, но Чехия довольно-таки по зарплате очень средняя, либо, я не знаю, как сказать даже, это небольшие зарплаты. Эта зарплата, опять же, повторюсь, 18-20-22 тысячи крон изначально, то есть как вы приехали на завод. Это касается и трехмесячной визы, и также двугодичной. То есть, изначально не нужно ждать, что у вас будет такая же зарплата, как у Чеха. Многие путают, что я вот сейчас приеду, с первых месяцев начну бомбить, меня там заметят, я буду супер, меня протянут по карьерной лестнице. Нет, нужно себя проявить, показать, и только тогда у вас может быть, повысится зарплата, повысится категория, повысится должность. Но это не будет сразу, это не будет в первые три месяца, и даже не в полгода. Поэтому, если вы считаете, что здесь будет аналогичная зарплата, как у Чеха, то не забывайте, что Чех работает на этом месте, аналогичном, как и вы, лет по 5, 10, 15. Чехи не любят бегать с места на место на работу. Он пришел сюда, и он работает на одном месте. Из-за этого у него повышается бонус, квалификация, и так далее, и тому подобное. То есть, Чех получает на аналогичной должности в разы больше вас, потому что работает здесь долго, и умеет больше, чем вы. Это однозначно. Поэтому, чтобы дорасти до уровня чешской зарплаты, до зарплаты Чеха, нужно будет поработать не один месяц. И изначально будете получать минимум. Это нужно понимать так же. Не нужно рассчитывать на супер какие-то величайшие зарплаты. Это будет минимальная зарплата. Итак, идем дальше. Я вот общаюсь с людьми, вижу тенденцию, что у некоторых людей нет денег поехать взять с собой. То есть, люди считают, что виза стоит столько, заплатить в консульский столько нужно, доехать до самой работы столько, с собой еще что-то взять. И это выливается в большую сумму денег. То есть, если вы едете на последние деньги, или едете в долг, в кредит, я не знаю, я бы на вашем месте этого не делала. Потому что бывают случаи такие, что вы приедете, вас обманули, допустим. Вы приехали, вас даже не встретили на вокзале. И что дальше? Поэтому, если у вас нет денег на поездку, то стоит их поднакопить. Я считаю, что могут быть еще больше проблемы. Может ситуация просто только усугубится. Потому что долг нужно будет отдавать, а работа не такая, как вы ожидали. Поэтому, не знаю, подумайте, ребят, если нет денег, стоит лучше поработать еще в Украине, поднакопить денег, чтобы это было не в ущерб себе и вашей семье. Также хочу добавить, что если вы думаете, что решите свои финансовые проблемы за одну поездку, это касается трехмесячной визы, то, скорее всего, по подсчетам, примерным, как я считаю, то вы можете привести в среднем от полторы тысячи долларов до двух. То есть, если вы имеете какие-то большие планы закрыть свой финансовый вопрос на долгие месяцы, то нет, это заработок, либо закрыть какой-то долг определенный, но не накопить денег, подзаработать и отложить. Идем дальше. Следующий пункт. Стоит ехать в Чехию, если вы приедете из Чехии и у вас не будет работы, то это тоже нехорошо. Если вы поедете, вы рыбаете концы, вы знаете, что вы приедете, и у вас не будет работы, а вы будете проедать эти деньги, то смысла вообще ехать в Чехию нет. То есть, вы должны либо понимать, что вас вернут обратно на работу, примут, либо вы знаете, чем вы будете заниматься после приезда из Чехии, но рассчитывать на то, что вы заработаете большую сумму денег и приедете на них, будете жить какое-то количество времени, скорее всего, нет. То есть, вы их будете просто проедать. Либо сразу же нужно идти на работу. Вижу, что большинство людей не готовы выходить из своей зоны комфорта. Не каждый понимает, что такое Чехия, что такое заработки, что такое приехать жить в общежитии, какое бы оно ни было, но это совсем другие условия, нежели бы вы привыкли жить дома в Украине. Это может быть общежитие, это может быть хостел, это могут быть тараканы, это может быть ужасный ремонт, старая мебель, громкий сосед, храпящий, сопящий. Это ночная дневная смена, это большие физические нагрузки, это другой менталитет чехов. Это все как бы в новинку будет. Если человек не привык выходить из зоны комфорта, если ему некомфортно, не нравится что-то новое, какие-то перемены, то не стоит ехать. Это действительно такая... В первую поездку может быть просто... В основном она может ошарашить, вы просто не сможете принять какое-то правильное решение, вы не сможете сориентироваться в какой-то ситуации. То есть если вы привыкли, что за вас что-то всегда решают, вы идете по течению, не знаете, как решить вопросы, то лучше не ехать. То есть готовьтесь к тому, что будут какие-то неудобства, что не все будет так, как вы хотите. Поэтому вам придется принимать решение быстро и правильно. Еще что хотелось добавить, что большинство людей привыкло работать дома на каких-то, может быть, высоких должностях, на какой-то чистой работе, сидячей. То есть если вы занимаете руководящую должность, бывают вот такие люди, пишут, что я там работал руководителем, я там директор, начальник. Не стоит ехать, у вас сразу же шаблон порвется, поменяется, вы увидите, что вам придется работать на черновой работе. Это будет завод, вы будете простым оператором, в грязных штанах, в ботах этих тяжелых. То есть здесь работа не сладкая, не сахар, особенно если вы едете на три месяца, то хорошо, если вы пойдете на какую-то чистенькую работу. Все возможно, все бывает, вы можете попасть куда угодно, на какой угодно завод. Поэтому, если вы работали на работе чистенькой, аккуратненькой, привыкли к чистоте, порядку, все, чтобы было красиво, вы руководили людьми, то не стоит ехать. Менять это на работу в Чехии, на оператора линии, но это должно быть у вас просто либо большое рвение, большое желание на работу, либо как мы ехали, мы решили оставаться, и нам было, в принципе, все равно, как и кем работать, лишь бы здесь остаться и найти возможности работать по долгосрочной визе. Поэтому мы терпели многое, мы терпели все, все неудобства, всю работу, которую нам предлагали, мы делали, работали на всевозможных линиях, которые нам не нравились, но я тоже работала менеджером, и работал продавцом, как бы работа не пыльная, но и тем не менее, сюда по приезду мы не побоялись работы, для нас это не составило никакого труда, да, были слезы, было непривычно, было вообще все дико, в новинку, но ничего, все требует жертв, и в дальнейшем ваши труды обязательно вознаградятся. Еще один пунктик такой, больше касается по двухгодичной визе, кто едет по двухгодичной карте, мой вам совет, это лично мое мнение, и мнение также Игоря, не стоит ехать по двухгодичной карте, сразу же, если вы ни разу не были в Чехии, и вы не были даже на три месяца на работе в Чехии, потому что вы просто не знаете, что это за страна, что это за люди, вы не знаете, в какой край вы едете, в какой город, какие там люди, менталитет, народ, как здесь вообще относятся к иностранцам, поэтому не советую ехать, не проверивши, даже не проверивши, не познавши, что такое Чехия, не побывавши здесь, не стоит ехать сразу на длительное время, стоит попробовать хотя бы минимально визу на три месяца на работу, и вы поймете, ваше это или нет, хотите вы здесь оставаться или нет. У меня на этом все, если что-то я пропустила, или у вас есть какие-то мысли на этот счет, какой-то опыт плохой, хороший, вы хотите поделиться с нами этим опытом, своими мыслями, пишите сюда в комментариях, где работали, какой опыт получили, может быть, вы вообще не ездили ни разу, что думаете на этот счет, то есть мы ждем вас в комментариях, пишите, делитесь, я буду рада посмотреть, почитать, сходятся ли ваше мнение и наше. Всем спасибо за просмотры, ставим лайк, подписываемся на канал, я не часто выхожу в эфир, поэтому извините, если что не так. Всем спасибо за внимание, всем пока!